Вообще проблема это такая расширенная, как мы заявлены, я думал, как на большей степени суицидов будет. Но тут в совокупе все касается относительно наших деточек, как с ними взаимодействовать, как с ними общаться. Потому что основная причина, общаясь с молодежью в интернете и здесь, по мере необходимости и приглашения, все равно все сводится к тому, что дети имеют очень много времени свободного, но не имеют конкретной цели и востребованности. За счет этого они начинают испытывать пустоту и не знают, чем через себя занять. Ну возьмите, допустим, хотя бы как пример, если педагог не имел бы призвания, что бы он делал? Не учил бы и не воспитывал бы, а просто был на своих уроках и ушел бы. Врач бы не лечил, пока лечил бы. Священник бы не Богу и людям служил, а требы исполнял. Пришел-ка, где он помахал и ушел. Вот так и здесь, когда ребенок не имеет и не видит свое призвание, он не видит смысла вообще в жизни. И у него образуется вот эта пустота, которая очень граничит между унынием и депрессией, потому что тут нужно разделять. А если депрессия это больше такое психологическое состояние, которое можно медикаментозно это успокоить, то уныние это уже крайняя степень. То есть уныние это даже не грех, это страсть, когда ты уже находишься в глубоком отчаянии, безнадежности и бессмысленности жизни. А когда ты к ней приходишь, к этой мысли? Когда первое, самое главное, ты не знаешь ни Бога, ни все, что с ним связано. Ты чисто живешь в материальном потребительстве. Эмоционально, материально. Поэтому тут, конечно же, нужно самим родителям, потому что мы много вас долагаем на школу. У нас со школы ребенок-селенок к нам домой приходит, к своим родителям. И тут родители встречают. А с чем он встречает? Да ладно, что там в школе, да ладно все это. Ну ладно, ну отвяжись. А если это поменьше дети, вон иди включи телевизор, а вон у тебя плаше тебе подарили. Откупились от тебя. Условно выражается, естественно, не говорится. Поэтому тут нужно отличать, в каком состоянии ребенок находится. Потому что очень многие бывало, общался я, не имею права это разглашать, потому что искать с некоторыми, особенно чаще всего, это девочки, которые находятся в таком состоянии пограничном. Между унынием и глубоким отчаянием, когда готовы, близь, приступить к этой грани, чтобы закончить жизнь самого места. Но, опять-таки, когда ты показываешь... А, я думал, у меня лимит по времени. Нет, нет лимита, пожалуйста. Мы о регламенте не договаривались. Хорошо, спасибо. Когда ты начинаешь человеку показать смысл для жизни, надежду, ведь все равно, рано или поздно, в любом возрасте человек задумывается, а что дальше? А что дальше после этого временного мира? И когда ты понимаешь, что там огромнейшая перспектива, которую еще нужно заслужить, и заслужить ее нужно здесь, человек начинает задумываться. У него появляется, как минимум, цель. Цель – не бессмысленно прожить эту жизнь. Что можно и с духовной, и с материальной жизненной такой позиции предложить? И что я часто предлагаю тем подросткам, чаще всего, которые еще мало сформировались психологически вообще по жизни, что в этой ситуации делать? Естественно, начать хоть маломальски молиться. Потому что молитва – это беседа. Когда ты молишься, твоя душа немножко успокаиваются. А бывает немножко. Как минимум, начать заниматься добродетелем. Почему? Потому что добродетель, когда ты ее делаешь, ты получаешь в ответ что? Благодарность. Тебя может даже где-то похвалить. Но не с целью, чтобы гордыню в человеке пробудить, потому что это другая крайность. А все-таки почувствовать себя нужным и востребованным. И чем будет, да, особенно вот в унынии на входящего человека, он в большей степени даже насильно должен себя понудить, делать это добродетелем. Почему? Потому что у него апатия ко всему. Я не хочу ни помогать, ни посуду мыть, ни младшим, там, братьям и сестрам уроки помогать делать. Поэтому тут понудить нужно себя. Но чтобы понудить, он должен понять, зачем ему это нужно понудить. Зачем я должен это делать, если мне это все не хочется. Ну, конечно же, не без участия родителей, в первую очередь. Ну, и давайте дальше. Конечно, тут у нас мы должны, в том числе и уже касались, нужно и опять повториться о безопасном медиапространстве. От нас зависит, что наш ребенок выливает огромным потоком в свою голову, в свое сердце, насколько эта информация полезна или, наоборот, катастрофически опасна для него. Потому что часто говорят, вот, Даша, вот мне говорят, ну, батюшка, ну, придет мой, там, сын к вам. Но чему вы его научите? Ну, если вы уже ко мне обратились, чему вы его научили? Если у вас уже такая тяжелая сложилась ситуация, когда он вас вообще ни во что не ставит. Не уважает, не любит, не почитает их родителя. Может быть, дайте мне, возможно, тогда хоть что-то попытаться. Я не говорю, что стопроцентно смогу помочь. Но попытаться от сердца я постараюсь. И самое главное, ключевое слово — от сердца. Потому что мы с вами понимаем, как и вначале сказал, о враче, о учителе, о священнике, если это делается без сердечных, то это бесспособно. И как здесь мы видели, в этом же ролике, который мы показывали, там не было сердца. Там было выяснение личных своих интересов. Каждый тянул отьян на себя. А когда есть сердце, мы понимаем, с вами родители, это сама пожертвование. Я уже живу не для себя, а для ребенка. Я живу для того, чтобы он пришел как минимум в мир взрослых, достойных человеков, как максимум любящих Бога. Любить Бога, любить любительного человека. Пока мы будем только рассчитывать на материальный мир, на, в лучшем случае, какой-нибудь добрый пример, ничего хорошего не будет. Мы просто вымерли как мамы. Когда мы вспомним, что все-таки начинается от Бога, и против Него не нужно идти, а все-таки нужно вспоминать, что от Него все взяло начало, а от интеллектуально, от макаки, то мы тогда будем понимать, что с Богом все возможно, а без Бога ничего. Поэтому, мои дорогие, желаем здравия души, интересам, благородения, прекрасного воспитания наших с вами детей, потому что, когда происходит у кого-то беда, это наша беда, а не чужого соседа. Потому что рано или поздно может прикоснуться нас сегодня. И по возможности, конечно же, смотреть, чем дышат наши дети. Большое безразличие подразумевает все преступления сегодня. А лукавые недвижения храним от Господа и Бог вам здоровья.